Для Кубани, как для аграрного региона, день работников агропромышленного комплекса – большой праздник. Вместе со всей страной и сотней жителей Славянского района в этот день получают заслуженные слова благодарности за тот колоссальный труд, который они совершают для продовольственного, экономического и социального благополучия своей родины. Торжественный прием лучших представителей отрасли АПК и перерабатывающей промышленности на днях прошел в районной администрации. «Хочу выразить вам слова благодарности за то, что вы занимаетесь таким очень важным делом. Вы знаете, вот и все пословицы, наверное, пошли от земли, а не хлеб всему голова, потому что это самая основополагающая отрасль». Со слов благодарности за работу в адрес собравшихся со праздничным столом начал торжественный прием председатель районного совета депутатов Григорий Литовко. По традиции, в их числе представители всех направлений отрасли. Здесь собрались рисоводы, механизаторы, животноводы, рыбводы и переработчики сельхозпродукции. Все они настоящие профессионалы, душой болеющие за свое дело. Потому на торжественном приеме завязался увлекательный разговор о том, насколько было засушливое лето, какие проблемы были со всходами яровых культур и где получились хорошие результаты. «Вот действительно рисовый, хороший урожай, температуры, наверное, для риса все обернулось». Урожай риса в этом году действительно хороший. 314 тысяч тонн белого зерна уже убрано с полей. Средняя урожайность по району составила 72,3 центнера с гектара, что на 4 центнера с гектара выше прошлогодних показателей. Но не только погода играет роль в создании этих рекордов. Огромный труд к этому прикладывают агрономы, поливальщики. Валентина Белая – рисовод черноярковского хозяйства. Более 30 лет она отдала этой профессии, и каждый раз начало сельхозгода для неё – это значимое событие. «Когда у меня залив, я иду как в первый класс. Вот хоть и не там второй год, по третьему. Я иду как школьник в первый класс. Вот, для меня это». Перерабатывающую промышленность на приёме представляла начальник лаборатории Славянского консервного комбината Людмила Петриченко. Именно она является разработчиком недавно появившихся в меню комбината консервных овощных закусок. Их внедрение позволило не только разнообразить ассортимент, но и уйти от сезонности в работе предприятия. «В связи с тем, что зимой у нас мало работы, как говорится, приходилось людей сокращать, руководство приняло решение разработать ряд закусок. Наша лаборатория стала, так сказать, инновационной ещё. Мы начали разработку продуктов. Зимой уже мы в этом году будем полностью обеспечены работой». В нынешнем году депутаты ЗАГСобрания Краснодарского края приняли закон об установлении в третью субботу февраля нового краевого праздника – Дня работников отрасли животноводства. Пока традиции этого праздника не сложились, животноводов чествовали в рамках прошедшего приёма. И хотя молочно-товарные фермы сегодня практически полностью механизированы, результат надоев всё же зависит от людей, которые ухаживают за поголовьем. «Дело не в коровах. Дело в том, как относятся к животным, тем же они тебе ответят. Чем больше к ним с лаской, с любовью, с пониманием, тем они тебе отвечают большими надоями». Хорошие результаты есть на тех предприятиях, где люди хорошо работают и где, не задумываясь, складывают силы и финансы в развитии предприятия. Современные техники вкупе с профессионализмом и опытом работников творят чудеса. «Это вложение, конечно же. Семена, конечно, меняют. Хорошие семена сеем, стараемся. И технологии возделывания меняются. Всё к лучшему идём, стремимся. Техника вся новая. Благодаря этому, конечно, новые сельхозорудия. На всём новом работаем. И это нам помогает очень сильно». В завершение приёма приглашённые получили благодарственные письма от имени главы района и подарки. «Для нашего района труженики агропромышленного комплекса – это большая ценность, и их работа будет уважаема всегда». Мария Климова, Игорь Иванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова